Они жонглируют мечами, бьют в колокол, танцуют и поют. Они артисты московского дельфинария. Познакомиться с ними поближе жители и гости столицы Чувашии могут в парке Амазония. Вот уже неделю зрителей радует новое шоу черноморских дельфинов. Они как дети. Описать чисто психологически. Ну, для ребенок лет 6-7 постоянно играет. Я им немножко завидую. Они на протяжении всей жизни, они играют. У них нет, как у нас, людей. Карьера, работа, что-то. Нет, игры, еда, игры, вот, сон. Юра и Гектор – главные звездочки представления. Именно с их номера и начинается шоу. Эти дельфины Афалины здороваются при встрече, играют в баскетбол, исполняют двойное сальто. И если для Гека карьера только начинается, то Юра – профессионал своего дела. На сцене он уже 8 лет. Юр, как тебе выступать, Чебоксара? Зрители понравились? Ответной реакции зрителей долго ждать не пришлось. От Юры они просто в восторге. Мне понравилось дельфина, особенно Юра. Он очень крутой. Я сюда уже третий раз прихожу. Это самые крутые дельфины в мире. Мне очень понравилось. Все было энергично, специфично. Это самое крутое, что я видела. На благодворительное представление пришло более 500 детей. И каждый не жалел аплодисментов для артистов. На водной сцене дельфинов сменили морской котик Варяг и белый кит Гоша. Последний даже танцевал в паре со своим тренером. Этому трюку Гоша научился за две недели. И как признается сам тренер, с китом ему работать комфортно. Хотя и у Гоши есть характер. Характер спокойный, не агрессивный, вообще ни капельки. Любит, когда его за ушком почесать. Все вот такое вот. И очень вкусно покушать тоже. Может обидеться, может не подойти вообще, не выступать. Или наоборот, прям очень игривный. Все очень-очень классно делать начинает. Петь, сам петь начинает. Вы еще не посетили дельфинарий? Не расстраивайтесь, у вас еще есть такая возможность. Познакомиться лично с морскими артистами жителей и гостей столицы Чувашии могут весь март со среды по воскресенье включительно.